всем привет вы на канале бла бла фьюзинг сегодня очень важная тема для всех худеющих и меня конечно же в том числе я на кето питание уже более полутора лет за это время так хорошо похудела чему конечно же очень рада но хочу сейчас поднять такую интересную тему о том что а что если вдруг внезапно у меня появится желание съесть что-то такое ну не просто там какие-то сложные углеводы а прямо совсем совсем нехорошая сладкая так называемая за все это время у меня не было такого желания ни разу и так как ты на кето находишься в тотальной сытости практически все время практически все сутки ты находишься в этом ощущении сытости и ощущение голода само по себе на кето она такое очень специфическое то есть она отличается от любой другой диеты именно тем что что она очень-очень такое приглушенное его очень легко терпеть если у вас по каким-то обстоятельствам нет возможности вовремя поесть так как вы обычно это делаете привыкли то она очень легко выключается это чувство голода и вот в этом состоянии сытости она действует как ну как бы как некое обезболивающее вот против еды найдут и на любую не даже даже на ту которую тебе можно и которые ты ешь обычно и любишь и очень хорошо как бы принимаешь у тебя все равно идет какое-то как очень такое приглушенное далекое чувство хорошо было бы поесть а может а нет не получается ну и ладно поем завтра в обед на удержание веса и на максимальном значении углеводов для поддержки китоза 50 грамм в сутки чистых углеводов в моем рационе есть такие очень сладкие продукты как свекла и морковь и лук там может быть иногда в луке тоже дофига сахар на самом деле вот и вот эти все продукты перечисленные они полностью удовлетворяют полностью удовлетворяют всю мою какую-то бы то ни было потребность вот сладкого сладком не просто вот физиологическую а именно психологическую потребность они полностью вот но а что если вдруг мне вот так захочет первый пункт я пойду открою холодильник и в моем холодильнике сейчас всегда лежит соленое сало огромный кусок этого соленого сала жирно растаявшего может быть а может быть мороженого любого большой кусок и вне моей дневной калорийности бжу и прочего прочего просто его слопаю если это не поможет я достану все-таки сахарозаменитель и съем его с чем-нибудь шоколадом с маслом просто этот сахарозаменитель в конце концов слопаю может быть ложку две-три вот столько его съем чтобы вот от него от его приторности и сладости просто затошнило но главное чтобы вот появилась вот это ощущение дурно ты от слишком сладкого будет находиться что-то сладкое и у меня появится соблазн это сейчас я слабо представляю себе какой-то должен быть торт я такое ела не раз в жизни раньше но вот вкуса я вот этого себе внутри воспроизвести не могу у меня какой-то вкус такой вот бумаги почему-то какой-то вот но если даже сахарозаменитель мне не поможет я думаю что я все-таки его схем не хочу и мне таки станет плохо слава богу мне его и не хочется но здесь самое важное самое важное здесь заранее подготовиться и придумать план что делать ну я надеюсь до этого не дойдет я думаю все закончится в лучшем случае соленым салом или у тех у кого глаз все таки вот возвращается вот к этим вкусняшкам из прошлой жизни я конечно же очень очень сострадаю сочувствую и к сожалению ничем ничем из своего личного опыта поделиться не мало фу-фу-фу как говорится спасибо что смотрите мои видео подписывайтесь на мой канал те кто не подписался поставьте пожалуйста лайк нажмите колокольчик чтобы не пропустить выход моих новых видео всем привет пока 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 пока